Во всех районах областного центра в период резкого потепления идет усиленная работа и по очистке кровель. Задача управляющих организаций – своевременно производить уборку снега и наледи. Контроль за тем, как выполняются эти и другие работы, ведут специалисты районных администраций. Перед очисткой крыш обследуются все жилые дома. На особом контроле находятся здания, крытые листовым металлом или шифером, выходящие на основные магистрали, пешеходные зоны, а также детские и игровые площадки. Московский район среди тех, где работы идут наиболее интенсивно. На территории Московского района более 800 многоквартирных домов. У нас 58 управляющих компаний. Из этих домов 600 домов проверяется фактически ежедневно. То есть там есть опасность схождения снежных масс. Способ очистки зависит от типа крыш. Так плоские обычно приводятся в порядок силами сотрудников управляющих организаций. Скатные – с привлечением альпинистов. С помощью вышки очищают кровли сложной конструкции. Мониторинг производится с сотрудниками профильных отделов районных администраций в ежедневном режиме. Поэтому управляющие компании сложа руки не сидят. Ежедневный мониторинг осуществляют мастера и начальники участков. То есть мы обвязываем лентами, если есть возможный сход снега. Там, где образуются сосульки, чистим. В день мы чистим в различных районах города 30-40 домов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Твери сохранятся плюсовые температуры. Поэтому в период активного снега таяния управляющие организации должны производить на придомовых территориях регулярную расчистку еще и дождеприемных колодцев, а также водосточных труб. Нахождение снежных масс на кровле ведет еще также к таким последствиям, как затопление верхних этажей. При активном таянии задача управляющей компании направить эти потоки по ливнестокам. Но в первую очередь, конечно, очищается кровля, и дальше уже своим путем отводится вода по ливнестокам. При этом горожанам рекомендуется проявлять осторожность и обходить места проведения работ и территории, обозначенные сигнальными лентами. То есть все места, где существует опасность схода наледи с кровель. Кроме того, тверичан призывают обращать внимание на предупреждающие надписи и не парковать свои автомобили на таких участках. Продолжение следует...